Здравствуйте! Сегодня у нас с дочкой будет еще один нож Владимира Толкачева, это Урал Одесси, но на ноже стали уже РЭК-121 с твердостью 69 единиц порог его, термичка от Сергея Бурова, рукоять у нас это Айронвуд, аризонское железное дерево, длина клинка составляет 8,5 сантиметров, толщина по обухлу 3,5 мм. Порошковая сталь СПМ РЭК-121 от американской компании Круссибл была разработана для быстрорежущего инструмента с высокой износостойкостью, при языкалке достигает твердости в 70-72 единиц порог его, обладает непрезаденными режущими способностями и стойкостью лезвия при малых углах заточки, однако не имеет высокой удара прочности и из-за своей твердости плохо подвергается обработке и заточке. Точить данный нож мы будем в 38 градусов общий, либо 19 градусов на сторону. Для заточки будем использовать точилку-профиль и алмазные камни Веневского завода, как на обычной связке, так и на ОСБ. Нож мы заклеили малярным скотчем для того, чтобы его случайно не повредить. Геометрия клинка, это у нас спуски от обуха, у рукояти имеется прямой участок, за который мы зажали и вторым зажимом мы поджали. Начинать заточку мы будем с алмазного камня 100 на 80, 100% концентрации и давайте выставим угол. Обнуляем угломер на площадке, устанавливаем на держатель абразива и добиваемся угла в 19 градусов. Попали, зафиксировали. Также необходимо выставить ограничители, для того, чтобы массовое время заточки камень не уходил с ножа. И приступаем к обдирке. После того, как вышли на зоусенец по всей РК с обеих сторон, можно перевернуть камень на сторону 50 на 40 и начать уменьшать риску. Так, мы перешли на камень 2014 на ОСБ-связке и мы будем работать с маслом. Добавляем масло. Во время заточки мы угол не меняем, абсолютно под тем же самым углом мы прям по зоусенцу начинаем работу. Ну и сейчас переворачиваем камень на сторону 75, тоже на ОСБ-связке, но перед этим почистим нож от шлама. Также заодно почищу сам камень. Из-за того, что сталь у нас одна из самых твердых, работать по ней нужно немного подольше. Приступим к снятию заусенца. Легко. Давайте проведем тест на устройстве БЭС. 16 грамм. По итогу заточки мы получили бритвенно-острый нож с зеркальным подводом, который довольно-таки долго будет держать свою заточку. Ну и, конечно же, рез на газете. Тут, я думаю, вопросов никаких нет. Все отлично. Фигурный рез. Также напомню, что этот нож был сделан Владимиром под заказ. Кого интересует, ссылка на Владимира Толкачева будет в описании к этому видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте на нашу группу ВКонтакте. Субтитры подогнал «Симон»!